Доброе утро! Приветствую вас из очень славного города Мариаполе, который находится в Литве. Сегодня я вам отсюда хочу показать очень интересную зарядку, с которой со мной поделился профессор мануалогии, академик Российской Академии Мануалогии Набойченко. Это врач с очень огромным опытом, мануальный терапевт и упражнение это для шеи. Оно кажется очень простым, но очень эффективным. Значит, как выполняется? Надо руки положить вот так вот на плечи, открыть рот и немного наклонить голову и делать вращательные движения. Вот таким образом. Очень хорошо помогает расслабить вот эти вот боковые мышцы, заднюю, лестничную, ременную мышцу шеи, головы. Очень хорошо расслабляет и хорошо помогает, вот допустим, мы делаем это упражнение, когда летим в самолете, едем в поезде, когда вы за рулем автомобиля, то есть когда вы стеснены каким-то пространством и вам не надо там сильно размахивать руками. Вы компактно сложились и делаете это упражнение. Хочу заметить, вот что рот надо открыть для того, чтобы у нас расслабились мышцы гортани, подчелюстные мышцы. И таким образом лучше расслабляются задние мышцы, которые держат именно атлант с аксисом. Вот здесь очень хорошо идет расслабление. И от себя я хочу добавить в это упражнение точно такое же повороты головы, только с запрокинутой головой. То есть делаем экстензию головы назад. Вот так вот, чтобы до боли здесь, если у кого атлант сильно смещен, вы сразу почувствуете боль под затылком. Вот в этом месте мы запрокидываем голову, тоже открываем рот. Здесь руки надо именно опустить вниз и лопаточки назад прогнуться в спинке кошечкой и сделать вот так. Если у вас существует блок или артроз между суставом С0 и С1, то есть между самой затылочной костью и атлантом, верхней поверхностью, то надо запрокинуть голову, дойти, к примеру, до этого блока и легенько-легенько пытаться его как бы размассировать, расшатать. Возможно боль из-за того, что может поджиматься нерв, или подзатылочный нерв, или какой-то другой, вы будете чувствовать дискомфорт из-за артроза между С0 и С1. То есть неконгруентность поверхностей, они плохо соотносятся друг к другу. И вот этот артроз надо обрабатывать. И советую вам до зарядки после это место мазать травмелем. Это гомеопатическая мазь немецкой фирмы HEL. Вот берете сюда, капельку сюда и вот так вот втираете район сосцевидного отровка за ухом и шеи. Вот сюда вы втерли, сделали самомассажик пальцами, продавили мышцы и можете делать эти упражнения. Поскольку раз делать, ну я думаю надо делать не на разы, а на время. Начинайте с минуты, с двух, то есть по самочувствию. Главное, чтобы вы прочувствовали, что у вас мышцы расслабились, ушел спазм и ушли боли. Особенно вот в этой экстензии. При запрокидывании головы назад происходит очень сустав сам. Он идет в таком мобилизационной нагрузке. Вот, типа он раскрывается назад и если есть сдвиги, нету вот плавности, хорошего соотношения поверхности атланта и мышелков затылочной кости, то вы будете чувствовать дискомфорт. И вот этот дискомфорт постепенненько вы сможете себе убрать и будет гораздо легче. Вот в принципе и все. С вами был на связи Казак Кастоправ из города Литва. Ой, из страны Литва, город Мариаполя. До свидания, всем удачи!